привет друзья сегодня из творога из самых простых ингредиентов готовим замечательный вкуснейший завтрак и подам и этот вкусный интересный завтрак с вареньем с полезнейшим вареньем из сосновых шишек досмотрите это видео до конца получится невероятная вкуснятина ингредиенты самые простые полкило творога мука манка ванильный сахар и два желтка я буду использовать в меру сладкий творог с курагой то есть сахар нам вообще добавлять не нужно творог у нас суховатый не мокрый отжимать я его не буду если вы купили влажный творог обязательно нужно удалить лишнюю влагу с помощью марли вместо сахара добавим сегодня только один пакетик ванильного сахара для прекрасного аромата творог очень нежный с курагой не знаю догадались вы или нет из него мы будем готовить потрясающие сырники на завтрак как я и сказал отправляю сюда ванильный сахар и щепотку соли можно добавить по желанию я обычно добавляю для контраста таким образом вкус сырника получается более интересные более насыщенный чем меньше сахара вы добавите в сырники тем лучше они будут держать свою форму потому что во время нагревания сахар тает превращается в сироп поэтому есть вероятность того что сырники просто будут расползаться на сковороде их впоследствии можно посыпать сахарной пудрой или подать например с медом или с вареньем отправляю к творогу еще два желтка и две столовые ложки манки смотрите все это зависит от консистенции творога если он конечно же слишком жидкие вы них достаточно хорошо удалили лишнюю влагу вам придется добавить манки чуточку больше сырники я кладу только желтки потому что белки это дополнительная влага которая нам просто не нужна потому что из этого нам придется добавить больше манки обычно для этого рецепта я использую максимум 2 3 столовые ложки а если мы добавим целые яйца то есть вместо двух желтков 2 яйца нам придется увеличить количество манки я думаю что это крайне нежелательно потому что главное конечно же сырниках это не манка творог изюм и сухофрукты творог я не добавляю потому что здесь уже есть небольшие кусочки кураги этого вполне достаточно чтобы банка немного набухла надо дать этой смеси постоять минут 10-15 лучше всего отправить ее в холодильник припыляем доску или любую удобную поверхность мукой выкладываем сюда охлажденный творог из него я сформирую колбаску разрезаю приблизительно на равные части можно на глаз смазываю руки растительным маслом чтобы творог не прилипал и чтобы не добавлять слишком много муки таким образом он вообще не клеится к рукам скатываем каждый кусочек вот такие симпатичные шарики из которых мы потом будем делать сырники вернее это и есть сырники просто мы с помощью ножа будем придавать им характерную форму нужно еще раз запанировать их в муке чтобы они хорошо держали формы покрылись красивой румяной корочкой при жарке после этого использую вот такой ножик немного их приплюсну и приподниму края лишнюю муку можно стряхнуть сырнички получится очень симпатичный не слишком высокие по мне так эта форма просто замечательная сильно обжаривать не нужно я обычно готовлю сырники на среднем огне вот почему люблю большие сковороды на одну сковороду поместились все восемь сырников переворачиваем очень осторожно стараюсь удерживать огонь на одном уровне чтобы прожарка получилась равномерная когда уже все сырники хорошо прожарились добавляю сковороду немного сливочного масла жду чтобы она слегка растопилась и накрываю сырники крышкой еще на две-три минуты при этом убавляю огонь до минимума все сырники готовы прекрасные ароматные аппетитные и кстати несмотря на то что мы накрывали их крышкой они все равно покрылись хрустящей румяной корочкой подаем эти чудесные сырники с потрясающим полезным вареньями сосновых шишек и обязательно напишите в комментариях как вам такая подача готовили вы сырники по такому рецепту и подавали ли их вот например с таким вареньем или это для вас что-то новое мне очень интересно узнать ваше мнение ваше впечатление об этом завтраке для подачи берем какую-нибудь интересную тарелочку можно деревянную слегка припыляем ее сахарной пудрой в краешку я положу немного варенья из сосновых шишек выкладываем сюда сырники сверху выложу пару шишечек и полью сырники вареньем можно дополнительно украсить их еще листиками мяты всем приятного аппетита рецепт на самом деле очень простой но варенье придает этим потрясающим сырникам неповторимый вкус друзья я бы не знаю кушала наверное это каждый день это безумно вкусно попробуйте и поставьте лайки этому рецепту подписывайтесь на канал новые видео каждую неделю всем добра и здоровья увидимся очень скоро пока пока